Строительство динамичная отрасль Ваш первый день на стройплощадке для других уже не первый Еще до начала работ руководители продумывают, как подготовить площадку к вашему приходу Они отвечают за то, чтобы вы могли выполнить свою работу успешно и безопасно Есть пять основных требований к стройплощадке По прибытии на площадку вас должны встретить Если вас никто не встретил, сообщите о своем прибытии руководству Вы должны знать, кто здесь распоряжается А руководство должно знать, кто работает на площадке или посещает ее По приходе вас могут попросить расписаться или отметиться у прораба То же самое надо сделать перед уходом После того, как вы заявили о своем присутствии, вас должны ознакомить с площадкой Закон гласит, что вы должны получить основную информацию о том, как безопасно работать на площадке Возможно, вам покажут видеофильм или презентацию Важно, чтобы все ознакомительные материалы были вам понятны Если вы в чем-то не уверены, обязательно задайте вопрос Если вы давно не бывали на площадке, убедитесь, что вы в курсе того, что там происходит Узнайте, у руководства нужен ли вам инструктаж или дополнительное ознакомление с местом работы Все работы разные, неважно, новичок ли вы или работник с солидным опытом Инструктаж должен касаться конкретной площадки Вы должны знать, где находятся опасные зоны И какие правила надо соблюдать в связи с этим Вам представят прорабов и расскажут о том, что делать в чрезвычайных обстоятельствах Вы также узнаете, что делать при пожаре и нужно ли давать сигнал тревоги Пусть это звучит элементарно, но бытовые объекты должны быть в порядке Вы должны иметь возможность передохнуть в теплом и сухом месте Практика показывает, что на площадках, где работники активно участвуют в разработке техники безопасности, бывает меньше ЧП и несчастных случаев Не стесняйтесь иметь и высказывать свое мнение Это вполне можно сделать на площадке любого размера Ежедневный инструктаж – это повод поговорить с руководством Можно использовать и ящик для предложений Руководители должны сообщить вам, как с ними связаться Стройплощадки все время меняются и несчастные случаи часто происходят из-за незапланированных действий Чем лучше Вы понимаете, что именно происходит в данный момент, тем очевиднее для Вас возможные опасности На лучших площадках работников вводят в курс дела каждый день Есть ли у Вас доска объявлений об опасных зонах? Часто ли она обновляется? Руководство должно регулярно сообщать Вам о происходящем настройке Итак, руководство стройплощадки обязано Знать о Вашем приходе Ознакомить Вас с площадкой Предоставить Вам конкретную информацию Содействовать обратной связи И держать Вас в курсе дела Руководство площадки обязано предоставить Вам и Вашим коллегам безопасные условия Если это не так, скажите об этом, чтобы вместе исправить положение Руководство разрабатывает план техники безопасности заранее Но после начала работ каждый работник несет ответственность за безопасное выполнение этого плана Необходимо соблюдать правила и быть в курсе меняющейся обстановки Так чего именно площадка ждет от Вас? Правила поведения на площадке призваны снизить риск работы в особо опасных зонах Например, при работе с движущимися машинами или горючими веществами Подвижная строительная техника – причина многих несчастных случаев Правила часто содержат положение о проходах, местах стоянки и поведении вблизи движущейся техники Вам должны рассказать о местах для курения И напомнить о необходимости убирать оборудование после его использования Правила могут показаться излишне строгими, но они введены не на пустом месте Если Вам непонятно, зачем нужно то или иное правило, спросите об этом И соблюдайте правила сли собственной безопасности Любое рабочее задание, например, работа на высоте или ручная переноска грузов Индивидуально и связано с конкретными опасностями Перед началом работ руководство продумывает, как сократить или устранить опасности План записывается в отчет об оценке риска, ППР или лист задач Отсюда Вы узнаете, что делать, какие навыки применять, что надевать, какие инструменты использовать и каких опасностей избегать Участвуйте в планировании, используя свой опыт и знания Например, перед началом высотных работ, связанных с особым риском, следует знать Достаточно ли доступа для того, чтобы выполнить работу Есть ли у Вас необходимые инструменты Есть ли у Вас защитное оборудование Подходит ли оно Вам по размеру Удобно ли в нем работать В ходе работы необходимо всегда применять знания, навыки и здравый смысл Например, при постройке стены Вам может понадобиться вручную переносить тяжелые грузы Но не рискуйте силами и здоровьем Подумайте, как перенести груз безопасно в соответствии с инструктажем Если Вы не знаете твердо, как это сделать, спросите совета Столь же важно думать об опасности для окружающих Если рядом с Вами работает человек без надлежащей защитной спецодежды, скажите ему об этом Ваша сознательность поможет и Вам, и Вашим товарищам В нашем деле нет говорить трудно Мы делаем, мы чиним, мы можем Но несчастные случаи часто происходят тогда, когда люди делают работу, которая вызывает у них сомнения Так, многие работники пострадали от того, что не знали, как выглядит асбест Если Вам кажется, что на рабочем месте может оказаться асбест, прекратите работу и спросите совета Если Вам не хватает знаний, оборудования или инструкций, или если обстановка вдруг меняется, это может привести к несчастному случаю Верьте своим инстинктам Если ситуация выходит из-под контроля, становится опасной, или кто-то нарушает технику безопасности Немедленно прекращайте работу и сообщите об этом руководству Вы можете помочь другим избежать травмы или спасти им жизнь Ваш начальник должен поддержать Вас, у Вас есть право сказать «нет» и обязанность не пройти мимо Если для безопасной работы требуется особая подготовка, руководство обязано Вам ее предоставить Но чтобы Ваша карьера была по-настоящему продуктивной, надо быть в курсе развития техники, оборудования, новых правил и возможностей обучения Вы выиграете не только уверенность в себе и понимание происходящего, Вы обеспечите себе безопасную работу Итак, еще раз Вы обязаны Соблюдать правила поведения на площадке Готовиться к безопасному выполнению каждой задачи Выполнять все задачи ответственно Знать, когда остановиться И постоянно учиться Стройка – это не только цемент и кирпичи Наша работа улучшает мир вокруг нас Пора вместе создать новую безопасную отрасль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok